слава богу братья и сестры мир вам я думаю что на самом деле очень так приятно петь о любви христовой потому что эта любовь она не направлена знаете просто как-то ну от нас она к нам направлено и ко всему человечеству и на самом деле это приятно осознавать что бог любит нас что мы его дети что наши имена записаны в книге вечной жизни и знаете сегодня перед тем как мы будем еще молиться мне хотелось бы обратить внимание на один вопрос который вот когда мы читаем евангелие он волновал христа христос придя на землю иначе в служение на земле были времена когда он чему-то дивился да мы знаем в эти проповеди и дивился тому когда видел неверие людей и удивлялся когда видел веру вот были люди которые шли к иисусу с верой и иисуса это тоже удивляла сотник подошел и говорит скажи только слово и выздоровеет слуга мой да женщина которая страдала прикоснулась и источник болезни и сяк и мы понимаем что вопрос веры он волновал нашего господа иисуса христа вот сын человеческий придя над даже написано найдет ли веру на земле вот для бога вопрос веры он был очень актуальный очень важный и наверное нам тоже нужно к этому вопросу он должен быть важен для нас вопрос уже нашей веры до ученики слушая христа было время когда они легко что-то принимали учение иисуса до христос проповедовал они это слышали они это принимали а были вопросы которые трудно вмещались в сердце вот учеников которые следовали за иисусом и тогда они его просили господи умножь нас веру умножь да и вот если посмотреть очень много особенно в новом завете говорится о вере я хотел бы сегодня прочитать послание к римлянам первая глава и прочитать 11 стих это уже апостол павел пишет и он такие слова 11 и 12 стих говорит к римлянам обращаясь ибо я весьма желаю увидеть вас чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему то есть утешиться с вами верою общую вашей и моей вот пока это место апостол павел однажды пишет к римлянам и вы видите он говорит я весьма желаю увидеться с вами и утешиться вот он здесь говорит мы читали верою общую вашей и моей вот павел так называет и как бы говорит о вере и говорит есть вера общая вот из этого отрывка мы видим это и я думаю что вот очень важно иметь братья сестры общую веру общая вера когда она проявляется вот в таких собраниях когда мы вместе собираемся да когда мы вместе молимся когда мы вместе прославляем господа и наверное вы замечали такое вот здесь павел говорит наша общая вера утешится когда мы встретимся когда мы увидимся наверное вы такое переживали бывает Ты даже устал и пришел с работы, но когда ты пришел в собрание, церковь начала молиться, все начали воспевать, и твоя вера как бы, ну, она тоже укрепляется, знаете, порой усталость уходит, какое-то переживание пропадает. Я помню, мы были на конференции братской, где были только служители, и знаете, так интересное такое было переживание, вот братья начали молиться молитвой Отче наш, и знаете, были проповеди, были песни, но когда начали все братья молиться в один голос, знаете, как такой вот, как такой грозный строй, так все мужскими голосами громко провозглашать, и мне в какой-то момент даже захотелось просто так замолчать и послушать, как это все, ну, прекрасно звучит, когда вот все вместе это провозглашают, есть вера общая, и у нее, конечно, очень такое, знаете, очень приятно быть, когда мы вместе, когда мы собираемся. В Библии есть история, когда написано про Саула, таких историй было две, когда он входил в сон пророков. Первый раз это было, когда было его призвание, да, и Самуил ему сказал слово, что он, ну, встретит, кто его встретит на пути, а второй раз было время, когда уже он согрешил, и он гнался за Давидом, он преследовал его, но написано, что Саул, преследуя Давида, тоже шел в сон пророков, можете почитать дома, и вот когда он вошел в этот сон пророков, кажется, Саул уже в то время, он уже, ну, начал отдаляться от Бога, уже много было не так, но войдя в сон пророков, знаете, вот эта общая вера, она подействовала на него, даже вот этот Саул, он начал, написано, пророчествовать, и люди начали удивляться, а неужели и Саул во пророках, вот в общей вере очень много хорошего, и знаете, когда Иисус только призывал учеников, написано, он не посылал их по одному, тоже вот если говорить об общей вере, он подвое посылал, они шли в города, в селения, и мы часто говорим, они дорогой спорили, но они вдвоем шли, потому что, наверное, их личная вера еще не была такой крепкой, да, им надо было вдвоем пойти, вдвоем помолиться за больного, вдвоем что-то совершить, было что-то общее, придет время, когда уже мы читаем Бог одному Филиппу, с Филиппом никого не было, скажет, пойди на дорогу, которая пустая, ты встретишь этого вельможу царицы Эфиопской и проповедуй ему, да, один шел, Петр в дом Корнилия, один шел, но вот было время, когда надо было вместе, когда надо было иметь общую веру, и, наверное, тоже такой интересный пример, его часто приводят, что вот если брать нас как церковь, это как угольки в камине, да, если угольки вместе, да, вот было пламя, да, костер горел, они тлеют, но у них, знаете, есть жар, они производят какое-то тепло, если уголек достать из камина, то пройдет совсем немного времени, и он потухнет, потому что он уже не находится вот в этой атмосфере, вот в этом состоянии, и подобным образом сравнивают верующего человека, если он где-то думает, я справлюсь без церкви, я смогу сам, то, знаете, это очень опасное положение, потому что человек угасает, человек остывает, и вот, знаете, Павел, когда пишет, он говорит о вере, и он говорит, есть вера общая, есть вера, когда мы вместе, но, братья и сестры, есть и другой вид веры, есть, и, если так можно сказать, ну, вера, она одна, но другой, другой ее вид, и когда мы читаем Евангелие от Луки, 8 глава, 48 стих, я не буду открывать уже весь этот контекст, вы хорошо его знаете, женщина, которая страдала кровотечением, помните, она принимает решение в какой-то момент прикоснуться к Иисусу, и вы помните, она пробивается через толпу, для нее это даже риск жизни, потому что она не имела права войти вот в общество Израиль, ее за это могли побить камнями, но она пробивается к Христу, и в ее сердце появляется такое вот понимание, если только прикоснусь к Нему, я выздоровею, и, знаете, в тот момент у нее даже не было вот кого-то, с кем она могла бы разделить свою веру, она совсем одна, она расточила имение, она претерпела очень много, но когда она прикасается к Иисусу, то написано, из Него изошла сила, и источник болезни в тот час и сяк. И знаете, какие слова ей сказал Христос в Евангелии от Луки, 8, 48? Он сказал ей, дерзай, тщель, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Братья и сестры, смотрите, мы говорили, есть общая вера, и она, наверное, знаете, удивительный момент, да, Бог вот создал церковь и дал нам возможность пользоваться нашей общей верой, вместе собираться, вместе прославлять Господа, но вот ей, Он говорит, вера твоя спасла. Знаете, есть общая вера, а есть вера личная, и вот у этой женщины была особенная вера, потому что Иисус ей говорит, твоя вера тебя спасла, твоя вера сделала так, что сила от Господа изошла, и источник болезни и сяк. Вы знаете, я так подумал, бывает, люди, наверное, хотят порой оказаться вот как Саул, да, в сон пророков вошел, и за счет веры вот общей, знаете, пережить какое-то, что-то особенное. Порой записочки передают, помолитесь за меня, вот пусть кто-то за меня помолится, пусть пастор, пусть родители за меня решат что-то, еще кто-то, но, знаете, есть вопросы, когда для Бога очень важна наша личная вера. Написано, была личная вера, хотя человек жил в Ветхом Завете Иовис, у него тоже многие, ну, не поддерживали, наверное, его, мать родила в болезни, дала ему имя Иовис, но написано, у него была личная вера, он возвал к Богу, и Бог, написано, не спослал ему то, о чем он просил. В Библии есть такое место, что праведный своею верою жив будет. Братья и сестры, поэтому, вот, знаете, очень хорошо иметь общую веру, и это благословение, но как верующим людям нам надо иметь и личную, нашу свою веру, потому что это условие для того, чтобы жить, побеждать, иметь благословение. Я хотел бы прочитать одно место еще, и мы будем уже молиться. Иван, это книга Бытие, 26 глава, и эта история, она записана в Ветхом Завете, мы понимаем, это история жизни Исаака, это был сын Авраама, и вы можете сказать, это Ветхий Завет, какая вера, но интересно, когда мы читаем главу веры, книгу Евреям, 11 глава, имя Исаака есть в этой главе веры, имя Авраама есть, имя Иакова есть, и написано, что эти люди, они ходили верою по земле, они жили в земле обетованной, как на чужой, но Бог увидел веру в этих людях. И вот, знаете, было такое переживание в жизни Исаака, сына обетования, который родился у Авраама, написано, был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Вимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся всеми не твоем, все народы земные. И написано в 6 стихе, Исаак поселился в Гераре. Вот знаете, удивительная история, и это тоже пример личной веры, потому что личная вера, когда она нам нужна, когда приходят трудности, когда приходят какие-то вопросы, знаете, порой тебе никто не поможет, но ты можешь обратиться к Богу. И вот в жизни Исаака было такое время, вот то, что помогло ему увидеть решение проблемы, написано в земле той был голод, была засуха, не было дождя, не было урожая, и то, что помогло ему решить вот этот вопрос, это была его личная вера, это было его решение, это было то, что он принял. Он услышал слово от Господа, мы читали, Бог ему явился и сказал, не ходи в Египет, не ходи. И Исаак, он поступил так, как сказал Бог. И вы знаете, хотелось бы буквально кратенько посмотреть качество личной веры. Вот на примере этого человека по имени Исаак, на примере, как она у него проявлялась. И вот мы читали, был голод, и Бог ему сказал, не ходи в Египет, не ходи. И написано в 6 стихе, написано, Исаак поселился в Гераре. Вы знаете, личная вера, она, если так можно сказать, она не будет искать комфорта, она будет искать воли Божьей, она будет искать, основанием ее будет Слово Божье. И вот здесь мы видим на примере Исаака, он, может быть, и хотел для семьи комфорта. Он переживает, наверное, о детях, да, он переживает о себе, об имуществе, но мы видим, Бог ему говорит Слово. И на основании вот этой Божьей воли написано, он поселился в Гераре. Он остался, он не пошел в Египет, он не собрался. И, наверное, бывает такое, когда трудности, какие-то вопросы, наверное, люди часто хотят пойти по пути наименьшего сопротивления, но мы видим, он остается в земле обетования. Личная вера, она не ищет комфорта, она ищет откровения, она ищет Слово Божье. И, знаете, удивительно, спустя, как Бог и говорил, спустя поколение, эта земля, если бы вот он ушел оттуда, да, и не поступил так, как Бог сказал, но спустя совсем немного, если так, во временном отрезке земли, времени, эта земля будет принадлежать его потомкам, израильскому народу. На той земле обетованной потом будет построен храм Господу, да, Бог будет приходить, являться именно на ту землю. Однажды Господь Иисус Христос примет решение, придет, чтобы спасти всех людей. Братья и сестры, смотрите, от того решения, вот личной веры, как много последствий, как много зависит. И вот личная вера Исаака не ищет комфорта. Второй момент личной веры, вера, она все старание прилагает, чтобы достигать, она неотступна. И вот здесь, если посмотреть 12 стих этого отрывка, можете дома более подробно посмотреть, написано, и сеял Исаак в земле той, это засушливая земля. Великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. Братья и сестры, смотрите, вера, личная вера, она прилагает старание, она неотступна. Вот если себя как-то испытать, ну, наверное, ну, я должен быть неотступным. И вот здесь Исаак написано, он борется с засухой. Бог благословил его, Бог дал урожай во сто крат. Человек стал весьма великим. И, знаете, так подумал, наверное, как вот Исаак боролся вот с этой засухой, с засушливой землей. И с ней, получается, можно было бороться, так и с трудностями, наверное, которые порой могут прийти в нашу жизнь, с ними можно бороться, нашей верой. Потому что для Бога очень важна вера. Сильный человек, он прилагает старания, он действует. И особенно люди в Боге. В советские времена мы часто говорим, вот история людей, которые проходили лагеря, которые терпели какие-то унижения. Это были сильные люди, потому что, несмотря на то, что тоже было засушливая, можно сказать, пора, потому что искоренялись, ну, вообще всяческие, наверное, старания людей, ну, чтобы верить в Бога, да, закрывались где-то церкви, не пускали, ну, людей ходить, ну, на служение. Но были верные люди, которые, как Исаак, они продолжали возделывать своими молитвами, своими какими-то стремлениями, своей неотступностью возделывать вот эту сухую землю. И знаете, когда пришли 90-е годы, вот как Исаак написано «сеял» и потом пожал ячменя во сто крат. Вот мы сегодня тоже вспоминаем 90-е годы, когда можно было проповедовать в кинотеатрах, когда на стадионах звучало Божье Слово. Это вот подобно, как у Исаака. Люди сеяли со слезами, молились, постились, и пришло время великой жатвы, когда уже пришла свобода, когда пришло время, и можно было проповедовать Евангелие везде. И вы знаете, личная вера, она прилагает старания, она достигает. И вот здесь мы видим пример этого Исаака, он имел эту веру. Вера, она имеет основание, и это основание, написано «вера приходит от слышания Слова Божьего». Мы понимаем, когда человек имеет веру, он будет углубляться, он будет копать Божье Слово. Посмотрите, 18 стих написано «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми называл их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодезь живой воды». Вот знаете, тоже интересно говорится, вот он остался в этом гераре, да, мы видим, он возделывал землю, получил урожай. Но, знаете, помимо старания, вера, она должна еще иметь вот эту живую воду. И Исаак, он копает колодези. Часто в Новом Завете мы читаем «вода», это один из прообразов Святого Духа. И вот в последний день праздника Иисус написано «возгласил, кто жаждет, иди и пей». И вот знаете, можно стараться, да, мы говорили, Исаак очень старался, прилагал старания, усердия, но вот здесь нужна была еще вода, без воды ничего не вырастет. И вот Исаак, написано, он нашел эту воду, он ее откапывал, он углублялся, рабы его копали. И знаете, вот так, если брать, наверное, для нас, порой Слово Божье, для того, чтобы оно оживило тебя, чтобы принесло тебе какое-то оподрение, укрепление, его нужно копать, в него нужно, знаете, вникать. Не поверхностно, вот скорочтением, прочитал, и вот, ну, я это знаю, я это читал, я про это слышал, но в него надо углубляться, и нужно, как бы, ну, копать. И молитва тоже, мы понимаем, это нелегкий труд. Молитва, это тоже время, где надо приложить порой очень много старания и много усердия. У Исаака, мы видим, дождь не идет с неба, будем рыть, будем копать. И это тоже проявление его личной веры. Написано первыми, эти колодцы откопал его отец, Авраам. И враги засыпали, и Исааку надо самому прилагать усердие, чтобы откопать эту воду, чтобы достигнуть ее. И знаете, вот на примере Исаака тоже мы видим, что было время, когда Авраам копал эти колодцы, но не получилось, что, знаете, Исаак, он смог ими воспользоваться, ему надо свою веру проявлять, ему нужно самому стараться, и написано, на том же месте он их копал. И дал им прежние имена, и вода, которую он начал пить из этих колодцев, которую он взял для поля, для семьи, для жизни, она была живая вода. Братья и сестры тоже так часто говорят, что мы не выйдем на вере наших родителей, или на вере кого-то, пастора, служителя. Для Бога очень важно твое старание, твое усердие, твое, если так можно сказать, время, когда ты роешь, когда ты углубляешься, и в этом проявляется личная вера. Еще, что мне понравилось в этой истории, уже 25 стих, когда уже он выкопал эти колодцы, был урожай. В 25 стихе написано, и он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы, тоже написано колодец. Он устроил жертвенник на том месте, там, где вера растет, где есть личная вера, там обязательно будет благодарность, и эта благодарность тоже будет умножаться. Вот это, наверное, можно такой даже тест провести. Если в моей жизни мало благодарности, много ропота, наверное, можно задать вопрос, а растет ли вера моя, укрепляется ли она. У Исаака вера росла, потому что, копая колодцы, мы видим, он жертвенник Богу начинает строить, благодарность приходит. И еще один момент, написанное в 26 стихе, пришел к нему уже, когда он построил жертвенник из Герара Авимилех, и Ахуза, вдруг его фихол, военачальник его, Исаак сказал им, «Для чего бы вы пришли ко мне, когда возненавидели меня и выслали меня от себя? Но они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и так далее». Мы видим, вот эти, кажется, даже люди, которые далеки были от Бога, они даже сперва Исаака выслали от себя, и Исаак им говорит, «Ну, чего вы ко мне пришли?» Но они пришли и говорят, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою». Смотрите, удивительное качество, человек веры, вот у него была личная вера, и люди пришли посмотреть. Они говорят, «Мы видим ясно, что Господь с тобою». Они прославили Господа. Люди, если мы имеем веру, обязательно придут, и они захотят для себя такой же веры. Поэтому, братья и сестры, мы говорили, есть два вида веры. Есть вера общая, и это благословение, но есть вера личная. И как удивительно, когда мы взращиваем нашими молитвами, нашим усердием, нашу личную веру, и приходя в собрание, мы начинаем вместе молиться. Мы начинаем вместе славить Господа. Это открывает окна небесные. Поэтому мне хотелось бы сегодня призвать нас. Мы давайте поднимемся для молитвы, и пусть наша вера, она умножается. Ищите этого, призывайте Господа. И когда мы будем вместе собираться, пусть окна неба открываются больше и больше над нами. Будем молиться. Дорогой отец, я благодарен тебе.